Барев дзейс, салам алейкум. Здравствуйте, Ахмед. Здравствуйте, барев дзейс и салам алейкум всем. Как у вас дела? Хорошо, прекрасно. В Баку прекрасная погода. Начало мая не было так хорошо, но сейчас, видимо, Май вспомнил, что он является Майем. Я очень рад. Я хотел бы, чтобы у нас и в Баку, и в Ереване, и в Армении, и в Азербайджане, и в России, как в прямом, и так, и в переносном смысле, была бы всегда замечательная погода и замечательное настроение. Но, увы, события всех этих последних времен показывают, что пока нечему радоваться, есть над чем работать, чтобы хотя бы наши дети, мы оставили бы хорошее что-то, чтобы они радовались. Да, естественно. Я тоже надеюсь, что в Ереване тоже хорошая погода. Ну, я думаю, вы сейчас находитесь не в Ереване, вот поэтому как бы погода не стоит. Я в России нахожусь. Да, вот поэтому видно, что у вас тоже очень прекрасная погода за окном. И вот желаю, что у всех над головнями было всегда солнечно, и у всех на столе было что кушать, и у всех всегда был мир. И я думаю, что наши народы заслужили это даже больше, чем другие народы, потому что последние 30 лет мы прошли очень сильное испытание. И вот надеюсь, что на данном этапе уже как бы представители народа, они уже как бы найдут более эффективные выходы из ситуации. И уже в следующих поколениях они не будут знать, что такое вражда. И я надеюсь, что эта платформа, вот такие инициативы, они будут продолжиться, и их будет много и много. Вот больше контактов, значит, что больше эмпатии, больше людей будут понимать чувства и мышления друг друга. И вот таким образом это поможет тому, чтобы сблизить настроение и мнение, которое есть у наших народов. Да, я, во-первых, хотел бы сказать, что так как наш разговор происходит без посредников и без модераторов, для всех наших слушателей я хотел бы сказать, что представится, я Саркиса Асапиан, общественный политический деятель. Еще до начала военных действий между нашими странами, Армении и Азербайджан, я периодически выступал именно за, налажив диалога, в том числе и диалог между народами, в том числе по линии народной дипломатии. То есть все мои выступления, они есть, благо Google все помнит, как хорошее и плохое, так что в этом плане. И, насколько знаю, Ахмед, вы являетесь руководителем Центра стратегических исследований в Баку, да? Да. Я Ахмед Алили, я являюсь директором Центра политических исследований в Баку, но я очень долгое время занимался пиаспилдингом, биотворчеством, участвовал в очень многих разных проектов, разные рабочие группы, участвовал в работах, очень разных групп. Я был и так пиаспилдером, и полткл-ресерчером, то есть исследователем по вопросам региональной безопасности и по вопросам международного управления. То есть я как бы и сейчас продолжаю в этом направлении, и наш Центр тоже занимается, но в основном следует Кавказ и те страны, которые находятся в границе с Кавказом, потому что... Кавказ за Кавказе, да, вы имеете в виду, да? Ну да, вот мы же знаем, что настроение в Кавказе, это не только создается тремя странами, но и есть Иран, Турция, Россия, и особенно вот эта страна в этом контексте, они создают очень хорошую погоду для всего, и вот поэтому мы исследуем весь этот регион. Но я надеюсь, что в будущем это как бы... У вас будет возможность, если будет у нас тут в Баку, у нас будет возможность, если будет у вас тут и в Ярване, и в Москве, вот тогда уже как бы можно ознакомиться с той работой, которую мы ведем, и еще глубже быть в нашем офисе и посмотреть на все это. Безусловно. Я хотел бы обратиться ко всем возможным зрителям, которые нас будут смотреть, и хочу особо отметить то, что при любом раскладе общение между представителями этноса, государств, народов, оно безусловно нужно. У нас есть одна проблема. В течение 30-32-3 лет у нас очень было мало общения. Конечно, за все эти 33 года Ахмед вы лично, и я как саркиз, конечно, мы не можем отвечать, ну, еще в том числе и за возраст и так далее. Но общения было мало, и этот вакуум, когда нет общения, это заполняется всякими плохими вещами, ненавистью, фобиями, слухами. Благо, есть у нас у всех так называемые друзья, недруги, которые всегда пытаются, святое место, пустое не бывает, заполнять этот вакуум. Сейчас у нас есть насущные вопросы. Есть вопросы у народа. Я думаю, как у азербайджанского, так и у армянского народа. Я как частное лицо, я не представляю государство, я не представляю официальный Ереван, но, тем не менее, это не означает, что я как-то не являюсь участником армянского социума. И, насколько я понимаю, вы тоже по линии народной дипломатии. Мы сейчас будем разговаривать, как благо гражданина соседних государств. На больше не претендуем. То есть мы не политики, я не политик, я политический исследователь, Peace Builder, то есть буду... Эксперт, да. Я думаю, что это не больше, не меньше. Это очень хороший уровень и достаточно хороший уровень для того, чтобы разобрать некоторые моменты будущего. Безусловно, мы сейчас не будем говорить о прошлом, о истории, о исторографии, конфликтологии и так далее, потому что эти разговоры давайте оставим. Есть специалисты, которые зарабатывают на этом хлебе. У нас есть более серьезный вопрос, который требует решения. Во-первых, мы должны друг друга слушать и на человеческом языке разговаривать, потому что мы все люди. И то, что один родился армянином, другой родился азербайджанцем, третий состоит из другой нации, это всего лишь такие моменты национальные, которые никак не отделяют нас всех от человеческой цивилизации. Мы все люди, это первое. Второе. Любой нормальный человек, который дружит за головой, он хочет мира. Во всяком случае, среди моего окружения, я вам скажу так, вот в Армении я общаюсь, все мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы не хотим, чтобы наши дети каждый день получали информацию с фронтовых, весточки и так далее. Это второе. И третье. Мы хотели бы понять, что нас в будущем ожидает. Потому что мы соседи. Значит, мы обречены жить вместе, рядом. Хотят некоторые этого, не хотят этого. Это факт. Правильно? И самый главный сейчас вопрос. У нас есть некоторые открытые вопросы, которые остались после подписания 9 ноября документа, который подписал Владимир Владимирович Путин, Ильхан Ядарович и Николай Владимирович Пашинян. После этого у нас есть некоторые моменты, которые до сих пор висят в воздухе. Первое. Для меня каждый день, я думаю об этом, как сделать так, чтобы удерживаемые, я подчеркиваю, удерживаемые лица, это я специально вот этот термин использую, я думаю, вы согласитесь, удерживаемые лица армянской национальности и граждан Армении, которые сейчас удерживаются в Азербайджане. Как сделать так, чтобы они быстрее вернулись к своей семье? Что лично от меня, от вас, как разумного человека, от всех нас разумных людей требует? Если есть удерживаемые лица азербайджанской национальности, либо граждан Азербайджана в контролируемой Армении местах, это тоже нужно обсудить. Всех на всех. Безусловно. Это первоочередный вопрос для того, чтобы в дальнейшем этот осадок ушел бы. Это серьезный осадок. У нас есть другие моменты, которые сейчас решаются на государственном уровне. Вопрос демаркации границ, который был на период Советского Союза. Насчет этого я, кстати, хочу всем нашим зрителям напомнить, может быть, некоторые не знают, я-то уверен, вы это знаете, что мы 14 лет, вот это особенно, это касается ура патриотов, чтобы все знали, как и армянских, так и азербайджанских. Мы 14 лет, армяне, азербайджанцы и грузины жили в одной республике, если кто не знает. С 1922 по 1936 год. У нас была одна республика в одном государстве. Закавказская с федеративной социалистической Советской Республикой. За ФСКР, да, как вот так, в Советском Союзе. Потом, в 1936 году образовались отдельные республики. Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Как-то, ну так, чтобы некоторые помнили, чтобы мы жили вот так. Как вы предлагаете? Давайте сейчас самый главный вопрос, который в нашей душе есть. Этот вопрос наших граждан удерживал. Что нужно сделать для того, чтобы политическую волю проявил Ильхам Гейдарович? Потому что, безусловно, это его решение должно быть. Страной руководит он. Мы принимаем и воспринимаем Ильхама Гейдаровича Алиева как руководителя Азербайджана. И хотелось бы обратиться вместе с предложением, с просьбой о выдаче наших граждан, которые сейчас находятся в Азербайджане. Схему, дорожную карту и так далее, это мы отдельно можем обсудить, что нужно для этого. и так далее. Понятно. Спасибо за те слова, которые вы сказали. Во-первых, контакт это очень важный элемент для миротворчества и для создания веры. Confidence building. Чтобы была вера друг в друга, в то, что можно сотрудничать с другой страной. Это очень важно. Это все начинается со слов, с контактов. И когда это контакты не бывают, появляются кристаллизированные ячейки общественных мнений, а это всегда идет во вред. То есть, когда вы не понимаете то, что хочет другая страна и вы думаете, что есть одна правда и это ваша правда, это очень сильно мешает тому, чтобы понимать, чего хочет другая страна. Вот поэтому я думаю, что этот контакт между азербайджанскими экспертами и армянскими экспертами, представителями МПО, гражданского общества, он нам поможет в этом деле. Я очень рад, что число таких контактов увеличивается. Если честно, я как человек, который занимался миротворчеством и до 27 сентября у нас были контакты, но мне то, что в последнее время я вижу, что очень многие армяне выступают в разных азербайджанских платформах и очень многие азербайджанцы в разных армянских платформах появляются. Это как бы создает очень хороший предпосыл для того, чтобы мы наконец-то научим слышать и услышать друг друга. Это прорыв. Это прорыв. я уверен, что мы сейчас стоим на пороге перехода от количества к качеству, то есть количественным изменениям к качественным изменениям. И это создаст в Азербайджане мнение, что хотят армяне, в Армении, что хотят Азербайджане. Это очень-очень-очень важно. То есть мы с вами сейчас занимаемся не только таким беседой, но это очень важно для нашим народу. Я думаю, что в будущем продолжение этого формата еще раз говорю, другим участникам это только в пользу всего этого. И насчет тех задержанных в связи с конфликтом, который сейчас находится в азербайджанских тюрьмах граждан Армении, они не могут как бы и те, которые хотят вернуться назад в Армению, они как бы надо создавать для этого шанс. Одновременно и это как бы вопрос обсуждается в азербайджанском обществе очень детально, не только в армянском обществе, азербайджанском обществе тоже беспокоены тем, что происходит там. И в Азербайджане тоже думают, что было бы намного прекраснее, если бы гражданского общества было более усиленно работал в этом направлении и получал бы как бы определенную скажем так импулс из этого процесса. Но одновременно с этим мы должны сказать, что в Азербайджане есть очень многие люди тоже которые настроены в том плане, что вспоминают то, что было в Армении с теми Дельгами Шахпазовым и другими, которые были задержаны. И они тоже вспоминают все, что там произошло. Они хотят, чтобы тембротворческие инициативы, которые показывают гражданского общества. Это не получилось. Это так. Но в Азербайджане курс сейчас взят на то, что... Кто сейчас преобладает больше? Лично меня интересно. Какие настроения? Вы очень тонко подметили эти настроения гражданского общества. Те, которые обеспокоены и те, которые не хотят так сказать каких-либо гуманитарных акций. Какое сейчас настроение больше преобладает? Я думаю, основная линия сейчас взятая в Азербайджане это взятая на миротворчество. То есть, это как бы курс основной на миротворчество. Но с одним большим но. То есть, президент Алиев в свое вступление тоже неоднократно выступал за мир и за дружбу. То есть, это как бы правительственное. Но тут есть одно очень большое ноте, то, что я уверен, что с азербайджанским нарративом очень хорошо знакомы в армянском обществе тоже. Эта нарратива состоит в том, чтобы те люди, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана, они попали в плен после того, как было подписано трехсторонное заявление. То есть, это как бы какой-то армянский генерал дал приказ на то, чтобы двигаться в сторону азербайджанской армии и начинать там, как бы, вот был убит один сотрудник телекоммуникационной компании, то есть, это как бы гражданское лицо было убито, и там было убито двое солдат. Два солдата было убито. Вот сейчас курс взятый на то, что этих людей как бы, как-то, потому что если мы хотим мира, их очень долго тут держать не получится, но они должны быть возвращены таким образом, чтобы нечто подобное не повторилось. Я хочу, чтобы армянское общество тоже понимали это. И азербайджанское общество сейчас стоит перед таким очень сложным выбором. то есть, это показания доброй воли, это всегда есть, но есть очень многие люди, которые вспоминают обещания Сергея Сарксиана, которые были после событий апреля 2016 года в Казани, то есть, извините, после войны, четырехдневной. Да. Четырехдневная война была. То есть, президент Алиев сказал, что вот тогда Сергей Сарксиан обещал, что территории будут территорию вокруг Нагорного Карабаха, они будут возвращены. Потом это не случилось. По формуле 5 плюс 2. Да. Вот как бы азербайджанская сторона уверена, что вот Азербайджан это было обещано, потом не было сделано. Потом было такое, что Никол Пашиньян, он после того, как был избран, был такой одноминутный разговор с президентом Алиевым в Шамбе, и там президент Алиев тоже сказал, потом в Азербайджан... Лифтовая дипломатия. Лифтовая дипломатия, что дайте мне время, потом у нас будет возможность все это обсудить. То есть, Азербайджан даже тогда пошел на очень важную уступку, в том плане, что тогда была создана прямая линия между Министерством обороны Армении и Азербайджаном. То есть, сейчас в Азербайджане преобладает такое мнение, что эти люди надо вернуть, но это чисто обещаниями, как доброй воли, это не гарантия того, чтобы подобно не повториться. Надо получить такие гарантии, что такие вещи не будут. А в целом, на роте это такая, что вот там остались некоторые армянские ваннослужащие в Карабахе и по пунктам трехторонного заявления они должны быть, они не должны быть там. Безопасность нагонокарабахских армян должна быть обеспечена только российским городворцам. Любая другая сила, там, которая находится, это показано то, что там есть люди с оружием в руках, и они завтра могут повторять то, что они сделали вот сейчас. то есть, вот в этом плане сейчас азербайджанское общество стоит перед таким сложным вопросом, и вот армянское общество мог бы помочь азербайджанскому обществу с выбором, что азербайджанскому обществу сделать в этом случае. то есть, еще раз надо показать добрую волю, потому что президент Азербайджана уже неоднократно выступал за мир и дружбу, за экономическую интеграцию и очень многие другие вещи, которые особенно первые две недели после того, как было подписано трехсторонное заявление, там президент Альев, там у него исключительно в речах было продвижение мирной, идеи мирного сосуществования, то есть, это было, но потом уже появились другие, но там тоже есть причина, можем про это тоже обсудить, но потом Азербайджан понимает, что надо двигаться к миру, надо всячески дружить с соседом, надо всячески снимать барьеры, которые Азербайджан последние 30 лет он держал Армению в экономических зарядах, Азербайджан наоборот сейчас хочется, чтобы было максимум интеграции, чтобы в Армении было экономической ситуации, в Армении стало так хорошо, что все понимали, что это из-за того, что благодаря сотрудничеству с Азербайджаном, да, но вдруг одновременно тут какой-то генерал приказывает, а потом приказывает некоторым там 60 чем-то людей, у нас в Азербайджан такая цифра, что вот надо... Мне немножко другая, больше 73, да, можно быть, да, да, и вот сейчас сложный выбор, но надо, чтобы в Армении это тоже понимали, помогали азербайджанскому обществу, что отвечают на эти вопросы, еще раз говорю, если мы будем держать этих людей там в заперти, это значит, что мы не получим мира и устойчивого развития между нашими странами, это как-то надо решить этот вопрос, но одновременно есть и другие вопросы, на которые надо отвечать, и Азербайджанское общество сейчас встать перед этим выбором, но мы все видели, что пару недель тому назад трое из этих армянских военных служб, были отправлены Ереван прямым рейсом, это показывает, что правительство, у них там есть некоторые договоренности, имеется определенный результат, что не полностью удовлетворяет скажем так Баку, но Баку считает, что показать, что они могут быть возвращены, они все в прекрасном состоянии, что эти трое людей, они могут сказать семьям других людей, что случилось с этими людьми, и естественно Красный Крест тоже помогали в этом плане, то есть Азербайджан уже в этом плане показал, что знак доброй воли это хватит, но есть другие вопросы, которые надо отвечать. Я думаю, что вместе работать с армянским обществом, я думаю, что мы можем найти ответ на этот вопрос тоже. Спасибо за подробный ответ, я просто коротко хочу сказать, во-первых, мировая история знает такие войны, когда народы воевали таким образом, что пером описать не высказать, то есть ужасные войны были на протяжении 10-ти летий, 100-ти, куда мы далеко идем, в Европе, войны между англичанами, французами, то, что между нами было, это ужасно, потому что очень много жертв с армянской стороны, с азербайджанской стороны, но то, что в мировой истории было, вот эти войны, намного ужаснее было, но как-то потом политики, общество, народ начинал диалог, и сейчас вы видите, ситуация в Германии, ситуация между англичанами и французами, я даже не вспоминаю про норвежцев и так далее, там ужасно, там просто мясорубка была в течение очень многих войн. И поэтому, конечно, все свежо в нашей памяти, могилы только-только, только-только начинает там земля оседать, но все равно свежие могилы, я вот недавно видел, это ужасная история, и когда женщины в черном оплакивают своих сыновей, это самая высшая несправедливость мира, родители не должны оплакивать своих детей, должно быть наоборот. Я это все понимаю, но политики и общественные деятели должны быть всегда впереди, в том числе, возможно, идти на некто непопулярные на первый взгляд шаги, но тем не менее, двигать народы к перемирию, к диалогу. И, безусловно, выдача всех удерживаемых лиц послужит самым лучшим примером для того, чтобы сейчас понимать, это очень важный момент. Я не хочу говорить, в каком психологическом тяжелом состоянии находится армянское общество из-за удерживаемых лиц, но надеюсь, что в очень тяжелом психологической ситуации находятся также еще здравые граждане Азербайджана, которым тоже неприятно, когда удерживают эти лица. Вы говорите, что генерал дал команду и так далее, и так далее. Даже если при случае, когда какой-то политик побеждает на выборах, во многих странах это бывает, объявляется золотая амнистия, и выходят из тюрем преступники с особой тяжестью. Бывают такие ситуации, могу вам показать пример. 2000-го года, когда президент Путин объявил золотую амнистию, в Таджикистане каждые два года золотая амнистия бывает. Здесь ничего подобного такого не было, здесь просто нужна воля. И на кону у нас стоит не то, чтобы выборы Алиева, Пашиняна, нет, на кону стоит еще больше. Мы должны друг друга понимать, мы должны друг друга слышать. И для того, чтобы наши разговоры не были бы похожи на другие разговоры, в частности, ах, мы какие крутые, мы сейчас волнуемся, болеем, нет, я что предлагаю, конечно, мы частные убийцы, но и каждому должно быть понятно, что мы имеем какие-то рычаги, влияние, возможности и так далее. Я к вам обращаюсь в предложение. Переговорить по возможности в Баку с, допустим, с уважаемым руководителем администрации президента господина Алиева, потому что я, насколько знаю, данный вопрос находится и его в ведении. договорить о возможности, о любых возможностях для механизма возвращения этих удерживаемых лиц. Я думаю, что здесь очень важна будет наша роль. Я все сделаю со своей стороны, все сделаю для своей стороны, чтобы осуществить, начиная от технической части, заканчивая в том, чтобы здесь каждый человек, который принимает решение, сохранил бы свое статусное лицо, и мы дальше углубили бы наши разговоры по тому, чтобы завязать нормальное отношение. Это очень важно. Так как решение принимает Баку, и поэтому я к вам обращаюсь. Я бы сейчас с Ельвановым тоже поговорил бы, но здесь в данном случае Ереван только будет за. Поэтому вас прошу по возможности ближайшие когда вам получится переговорить, и тогда мы с вами уже без эфира переговорим эти моменты. Надо будет уже по факту покажем нашему обществу и азербайджанскому, и армянскому, и нашим братьям из России, которые действительно очень много сейчас делают. Я, кстати, хочу особо отметить роль России здесь, потому что этот документ наверно навряд ли бы подписали бы, если бы не личного части Путина. Это особо отмечает и господин Алиев, и господин Пашиняк. Безусловно. Кто бы что бы не говорил, вы знаете какие языки, но тем не менее российская сторона здесь сыграла очень важную роль. И поэтому организуем самолет, вылетим из Москвы. Наши общие друзья, которые азербайджанцы есть, которые познакомили, тоже будут. Приедем, будет приглашение с удовольствием, я посижу в Баку, если будет приглашение, с удовольствием. Я, кстати, не был в Баку. Поедем в Ереван. Этот вопрос очень важен. Я, возможно, очень наивно сейчас все обрисовываю, что поедем туда, поедем сюда, сейчас скажут, зачем он, еще никто ничего не договорился, но это желание. Желание решить конкретный вопрос. И я бы хотел бы, конечно, на коленях, на коленях представить перед всеми матерями, которые сейчас плачут, независимо себя от национальности. Да, это ясно. Тут не в том плане, что чего мы хотим. Я, шерсть говорю, я очень долгое время был частью очень многих миротворческих проектов. Я знаю, что такое чувство эмпатии. Я в этом плане очень хорошо как бы разбираюсь, как это чувство эмпатии помогает миру, и вот в этом плане это прекрасно, что вот было бы в подобных моментах подобных разговоров. Одновременно я должен сказать, что в азербайджанском обществе политическое решение, особенно по вопросам, которые касаются Карабаха и Армении, это очень-таки чувствительные моменты. И общественное мнение, он играет очень сильную роль в этом плане. И вот поэтому, если в Армении будут люди, которые смогут выйти и сказать, что нечто подобное не повторится, и вот в этом плане можно двигаться первым. Или тот человек, который приказал этим солдатам идти на определенную территорию после того, как... для возвращения этих наших ребят, извиняюсь, я просто живой человек, для возвращения этих ребят что нужно, скажите, я вас понял, да, я вас понял, что вы имеете в виду, я уже понимаю, да, что нужно детально, потому что решение в итоге принимает один человек, это глава государства. Я понимаю, что он будет опираться на общественное мнение, конечно, он как гарант как бы смерть одного генерала изменила все тавусских событий. Если бы даже не смерть этого генерала, мы могли бы сказать, что... Вы имеете в виду июльские столкновения. То есть, это как бы такое общественное мнение, что уже как бы некоторый механизм пришли в общественное мнение, он работает, как бы мы все знаем. То есть, вот Азербайджану надо, чтобы из Армении вышли с гарантией, что подобное не случится и определенные механизмы. Там вот, если мы согласились на том, что безопасность нагонно-карабахским армянам будут обеспечивать российский миротворцы, все, там не должно быть никаких. И вот я хочу указать на одну очень-очень важную вещь о том, что произошло. Азербайджан мог остановиться на пике своей силы. То есть, Шуша была взята и Азербайджан сразу остановился. То есть, это как бы он хотел всем показать, что там цел не изгнание армян из Карабаха и так далее. Мы хотим, чтобы все жили вместе. То есть, если в 94-м году, когда Армения была на пике своей силы, там не было подписано определенные документы, и в 97-м году можно было бы добиться мира, но Азербайджану это удалось. Справедливости ради надо отметить, что Армения в пике своей силы остановилась и подписала договор до перемирия с Гейдаром Алиевичем Алиевым. То есть, в пике своей силы. Но это справедливо. И об этом, кстати, говорил сам уважаемый Гейдар Алиев. Кстати, вы знаете, что в Армении очень уважительно относится к Гейдару Алиеву. Во-первых, многие его знают по работе еще Центрального Комитета. Он часто бывал на партийных конференциях Еривани. Бесподобно выступал как на русском языке, на азербайджанском, если для вас секрет, а на армянском языке. То есть, этот человек полиглот очень хорошо обладал и, безусловно, армянским языком, и хорошо дружил с руководством Армянской ССР. Мне почастливилось еще быть знакомым с Кареном Сарововичем Вазимирчаном. То есть, я хочу сказать, что память о Гейдаре Алиеве у особенно старшего поколения достаточно стабильно уважительная, потому что в отличие от других руководителей, при которых там были печальные события, мы сейчас не об этом, поэтому хочу сказать, что в пике своей силы Армения в 94-м году подписала, остановилась, подписала, и это хорошо, что вы вспомнили. Просто сейчас я вас понимаю. Я хочу показать, что после Шуши можно было бы двигаться и взять все остальное. Шуша это как бы, но Азербайджан остановился, чтобы показать, что мы за то, чтобы Нагорно-Карабахские армяне жили в этих регионах. да, то есть это как бы, то, что там есть определенные люди, которые говорят про этнические числи, и там потом, то есть Азербайджан, не как бы, Азербайджан, территория вокруг Нагорного Карабаха, там исторические, там, скажем так, если брать демографическую карту в 88-м году, там исключительно жили азербайджанцы, и вот вернул, потом он остановился на определенных территориях, что вот сейчас надо уже как бы действовать гибридным миром и добиться того, чтобы все, что потом произошло, это произошло через путем народной дипломатии. Я думаю, это мы должны оценивать, то есть в этом плане этот как бы очень-очень хороший повод для того, чтобы всем показать, что некоторые вещи, которые переписывают азербайджанской стране германской СМИ и так далее, можно и по-другому. Вот сейчас мы сейчас скользь пройдемся по СМИ, не только по-аргянским, но и азербайджанским, и там есть моменты. Мне очень часто говорят, мол, у вас там говорят про Сюник, Зен-Язур, там подобное, с Силем, там подобное. Ну, президент Олива однажды уже сказал про это, но, но, хочу обратить внимание на один очень важный факт. Первый, недели после того, как был подписан договор, там был исключительно мирный нарратив у руководства Азербайджана. Но, как только в Армении очень сильно начал проявляться реваншистские нарративы, что, мол, Армения потеряла все, все, что будет на следующем этапе, это уже как бы исключительно выигрыш, так как мы потеряли, вот надо реваншизмом заниматься, вернуть все это, там подобное. Вот Азербайджану когда надо было показать, что у Армении есть что потерять, если будет новая война, вот тогда уже появились новые, скажем так, немирные нарративы там в речах. То есть, когда я категорически, кстати, я хочу сказать сразу же, чтобы сам было понятно, я категорически, конечно, осуждаю любые немирные высказывания, стоили с другой стороны, потому что я считаю, что сейчас мы и так в пароховой бочке, да, и здесь нужно очень движенно говорить, как государственным деятелям, так и общественным. Касаемо Севникской области, вы знаете, сейчас там группа военнослужащих некоторой части в границе, которые пока еще демаркации не провели, демаркации 1991 года. Во-первых, я хочу сказать про демаркацию, если для кого-то секрет, например, до сих пор между Казахстаном и Россией тоже нет демаркации границ. Насколько я знаю, есть еще такие проблемы очень во многих местах, то есть, это не так уж страшно, не так уж спешно, но если уж лидеры стран Пашинян, Алиев и Путин договорились и это соглашение нет, это должно совершаться, но в мирном русле, без участия вооруженных сил. И, конечно, на вчерашний день очень напряженная ситуация была. я не хочу нагнетать ситуацию, я немножко знаю, я думаю, вы тоже знаете, но каждый из нас сейчас будет держаться в тех рамках, чтобы сейчас лишнего не сказать, потому что мы хотим мира, но, тем не менее, я хочу, чтобы быстрее этот вопрос решился бы. Насколько я понимаю, до ближайших дней сейчас вооруженные силы Азербайджана отойдут на свои позиции, сядут за кругу стол, вот бумага, вот карта, картография и так далее, и там будут проводить эти линии, для того, чтобы уже в конце концов укрепить на государственном уровне государственные границы стран, соседей. Это все понятно. Я знаю, что ребята, там же тоже молодые солдаты, сейчас некоторые даже вчера или позавчера были без воды, без хлеба, вы знаете, за Кавказией, Армения, особенно, будьте уверены, очень хлебосольная страна, и вчера я с удовольствием узнал, что там, конечно, были какие-то словесные стычки, даже видео и так далее, а потом, вы, наверное, знаете, что со службы тыла там повезли, там угостили и так далее, но это чисто человеческий момент, потому что стрельбы, слава богу, не было, кровь не продлевать, ну вот так получилось, что как-то неуклюже пока договариваются, но вот хотя бы на низовом уровне, слава богу, что после оскорбления, конечно, там все угомонились, сейчас отойдут, надеюсь, ближайшие, пока мы с вами разговариваем, там работают. естественно, во-первых, если честно, я думаю, что да, мы не должны сравнивать ситуации между Казахстаном и Россией и там подобное, у нас все-таки, я думаю, что чтобы добиться мира, это на данный момент, мы должны ускорить этот процесс, чтобы все было ясно, и если даже будут споры, пускай они будут на карте, да, пускай споры будут на карте, чем там военные будут друг с другом сталкиваться, то есть, это как процесс делимитрация. За столом переговоров. Да, за столом переговоров, это как бы лучше, но этот процесс должен идти, это очень-очень важно, еще раз говорю, что это должно идти, там должно быть определенная линия, а потом про это забыть, я думаю, что психологический момент для Азербайджана и Армении, чтобы как-то это делать, то есть, это как бы, я, это очень важный момент, чтобы учесть, во-вторых, я хочу сказать, что, вот, те институты, в которых я присутствовал, я участвовал, вот вы очень хорошие слова сказали про общественного лидера Азербайджана, и вот то же самое было, я очень многими видными деятелями Армении обсуждали очень многие вещи про это, я очень многие хорошие слова слышал про Семеда Бургуна, то есть, это как бы, в этом плане, то есть, я общаясь, вот, когда определенная платформа, миротворчивость или платформа армянцы-азербайджанцы встречаются, армяне-азербайджанцы встречаются, первый день бывает таким напряженным, но потом появляется, что получается так, что между армяне-азербайджанцами есть очень много общего, даже вот, я думаю, что вот иногда, когда иностранцы, европейцы заходят в комнату, они не знают, кто такие, кто из них и армяны, кто из них азербайджанцы, то есть, в этом плане даже, если очень много чего, можно считать, что можно быть ресурсом для мира, проводить. Я один момент очень хочу сказать, я думаю, мужчины со мной согласятся в основном, да, образ жизни, особенно мужчин, да, и у женщин тоже, да, образ жизни, несмотря на то, что у нас разные языки, азербайджанцы, тюркский язык, армян, другой язык, религии разные, у нас образ жизни, по многим позициям, совпадает на 100%, это касается, по-зербайджански же это слово, по-тюркски, намус, да? Да, да. Намус, да? Да, да, да. В Армении тоже используют это слово, в Армении тоже используют, честь, достоинство, касаемо вопросов семьи, очага, воспитание детей, целомудрие девушек, что очень сейчас важно, и честь и достоинство парней, это очень важно. Да, вроде бы сейчас есть ненависть и так далее, но если вот выйдете на другие, другие города, и там азербайджанцы, арменин, там другие моменты будут, вы знаете, вы спросите, они вместе, они вместе. Я в разных ситуациях был. Гостеприимство, стиль мышления, то, что оба народа предпочитают хлеб, есть очень огромных количеств, то есть есть это все. Вкусная кухня, потому что, да, идут споры, у кого чья кухня, чья долма и так далее, я радуюсь этому, потому что это у французов, у англичан тоже, пусть спорят, пусть на этом, конечно, пусть спорят, каждый пусть считает, что его долма вкуснее, да ради бога. Тут ничего страшного нет. Тут один очень важный момент. Вопросы о с вами историкам и культуре. Да, тут очень важный момент, для того, чтобы мы решили бы этот вопрос, я изначально, еще до начала войны, предлагал, и хочу воспользоваться с очень быстренько скажу, для того, чтобы разве навсегда многие спорные моменты вывести, нам нужно на законодательном уровне, на уровне Меджлиса Азербайджана и Национального собрания Республики Армения, парламентов, принять законы одновременно, в один и тот же день, о запрете пропаганды ненависти к друг другу. То есть в Армении должен быть принят закон о запрете пропаганды ненависти к азербайджанцам. И то же самое, азербайджанский парламент должен на законодательном уровне запретить. Почему? Потому что я иногда порой вхожу в соцсети, точнее на ТикТоке, див удивлюсь, когда а ТикТок-то их не блокирует, потому что то на азербайджанском скажут, то на турецком скажут, то на армянском скажут, там еще не разбирается, не блокируют. Это человека невестнические вот эти блогеры, которые жизнью поруха не нюхали. Даже я больше уверен, они даже не в Азербайджане, не в Армении находятся, а где-то в теплых местах сидят и наполеоновские какие-то человеконенавистнические планы строят к друг другу и сидят ненависть. И поэтому я хотел бы сказать, что здесь надо нам вместе подумать о том, чтобы эту ненависть, эту фобию вывести. Война войной, но разговор должен быть. Все должны понять, что все мы дети, родители. Вне зависимости от того, один верит в Исламе, вера в Исламе, вера в Исламе, другой верит в Креста, третий атеист. Неважно, все мы люди. И поэтому 21 век, и, к сожалению, вот эти фобии, они неуместны. Да, полностью согласен с вами. То есть, особенно, если честно, когда видится, чем талантливее азербайджанцы и армяне заняты в европейских странах, вообще европейские страны, они сейчас идут разговоры о том, как освоить Марс, космос, и там какие научные и технические продвижения должны быть. А в то время то, что мы и наши светлые головы в Азербайджане и Армении все уже думают, как бы правильно не уйдать друг друга. Я думаю, что вот в этом плане мы должны осознавать, где прогресс, где мы и в какую сторону мы должны двигаться. И есть некоторые темы, которые я думаю, что они очень сильно мешают развитию обоих народов. То есть, как бы надо создавать платформу для того, чтобы было общеармянский и азербайджанский диалог. Туда и диаспора надо куличить. И на кону карабахская армяна и так далее. Все на своих уровнях. То есть, я думаю, что азербайджанцы России и армяне России, азербайджанцы Москвы и армяне Москвы, они должны между собой договариваться с очень важным вопросом. То есть, на уровне общин этот вопрос очень-очень-очень легко решить. естественно, то, что вы говорите про хейт-спич, про я за гниновидность, я это поддерживаю, но одним но, если честно, мы должны учесть тот факт, что мы, вот, медиа-эксперты должны сказать, как мы должны формировать все это, чтобы это не помешало свободу речи. То есть, очень важный факт. Свободу слова. Свободу слова. Да, свободу слова. Вот это очень-очень важный факт, если честно. То есть, вот в этом плане, я думаю, что, учитывая некоторые нюансы, мы должны... И в европейских странах с этим решено. Например, в Германии зиговать нельзя. Это со свободы слова никак не связано. Да, естественно. Есть закон о запрете пропаганда антисемитизма, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это со свободы слова нельзя. Например, свобода слова также не подразумевает человека ненавистничество или армянофобия или азербайджанофобия, да. То есть, если ты дома ребенка воспитываешь, скажешь, вот если ты не будешь кушать, ты станешь армянином, а это армяне такие... Вот допустим, да, бугательный, да, налицательный имя. То же самое касается армян. Да. Это уже ненормально. Да, естественно. Детей надо пугать, вообще детей не надо пугать, надо хорошо воспитывать. И во-вторых, не надо пугать, то есть, оскорблять, типа, вот ты такой национальниц. Это ненормально, да. Вот сейчас, особенно сейчас в благосфере возникли некоторые, товарищ, армяноиды, тогда, хотя они даже не знают, что такое слово, армяноид, но, потому что, так это классическое слово, но, это надо искоренить. Поэтапно. В один день не получится. Я вот, я думаю, что этот момент, это как бы, что-то запретить, можно научить новое поколение, говорить о чувствительных, уметь говорить про чувствительные темы. То есть, когда они умеют говорить, высказываться. высказываться. Когда ты высказываешься, у тебя уже... Про чувствительные темы, когда есть этот набор навыков определенных, как себе вести, как вот, учить можно новое поколение или по чрезмерии, то есть, как бы, запрет, он иногда может быть, там, административные запреты, как бы, не так эффективны, а вот, чего-то так добиться, можно того, чтобы очень такие негативные моменты исчезли из наших речей, с помощью того, чтобы учить детей. Особенно, я вот, ну, я все, честно, не за то, что тронет историю, но я думаю, что мы даже можем создавать общую группу людей, которые будут создавать определенные общие подходы к тому, как понимать историю, да, то есть, даже мы будем говорить про историю, определенной темы мы уже не можем избегать, но вот, есть историки, которые там, 10 человек из Армении, 10 человек из Азербайджана и 10 человек из Грузии, но все-таки, когда мы будем говорить про историю региона, может, всех должны... безусловно, безусловно. Вот таким образом можно создавать... Без друзей никак, наши лучшие друзья, кстати, ваши и наши, да. да, никак, и вот создавать общие, общие исторические нарративы, я скажу, я... а вот очень многие миротворческие проекты, они... они пропагандируют то, что забудьте про негативное, вы думаете про хорошее, а я никогда так не думал, я говорю, не, не надо, давайте поймем, что произошло, просто надо собирать адекватных людей, которые умеют разговаривать... Тебя не надо оставлять, конечно, вот эти моменты надо обсуждать... Понимать, что произошло, понимать, что произошло, и потом уже можно двигаться дальше, но это как бы не должно стать элементом хейт-спича или языка ненависти, а потом уже как бы можно двигаться дальше и работать с общими группами. Но я в этом плане, если честно, я сейчас буду жаловаться, извиняюсь, односторонно, но то, что очень многие люди, с которыми мы работали в Армении, сейчас они говорят, что вот не надо там, у нас есть там беженцы, там есть, у нас там IDP есть, мы должны с этим работать, нам миротворческие проекты пока думают раньше, так вот. Но я всем этим ребятам хочу сказать, что 90-е годы, когда была война в течение 88-го года до 94-го года, пускай будет активная фаза будет 91-го до 94-го года, когда это была война, азербайджанские организации, они не прятались за этим доводом, они активно работали с армянскими организациями, чтобы добиться того, чтобы было понимание друг друга. Вот поэтому, те организации в Армении, которые сейчас избегают контактов с азербайджанскими организациями, я думаю, что должны вспомнить то, что так, то, как себя вели азербайджанские организации во время войны 90-е годы, еще раз говорю, извиняюсь, это односторонная жалоба, но это не к вам относится, а вот есть некоторые такие инициативы, которые проваливаются просто из-за того, что некоторые люди из Армении, они все-таки боятся как бы иметь определенные контакты на данном этапе. То есть, это контакты очень важны, и вот сейчас мы с вами обсуждаем, мы понимаем, сколько позитивных моментов тут появляется, сколько вещей, есть чувствительные моменты, которые, я объясняю, как это видится с Азербайджана, то есть, это как бы не без переукрашивания, просто суть всего этого, да, логически. Вы мне объясняете, есть контакт, этот контакт должен быть продолжен, и это, если таких контактов будет, скажем так, все из Азербайджана и будут общаться со всеми из Армении, но это невозможно в идеале, если все из Армении будут общаться со всеми Армении, из Азербайджана, то есть, количество таких связей он ведет к тому, чтобы мы понимали друг друга и не надо избегать контактов. Я хочу сказать, что мы должны зафиксировать оба, это не одностороннее, а двустороннее, зафиксировать, что мы очень мало знаем друг о друге. В советские времена, конечно, была очень четкая интеграция и кооперация, совместные свадьбы, совместные встречи и так далее, много чего знали. В Ереване очень много людей знали каждую улицу Баку, и наоборот там. Смотрите, мы очень много вещей не знаем. И очень много вещей, которые слышим, особенно для молодого поколения, это в новинках. Придет какое-то время, как мы будем выглядеть, как американцы, которые думают, что в Советском Союзе белые медведи с балалайками ходят по улицам. То есть, вот такой железный замок, это ненормально. Для того, чтобы друг друга узнать, надо надеть просто прозрачные очки без фобии, без ненависти, потому что и там, и там есть люди. Есть моменты положительные, есть моменты, которые не воспринимаются, но тем не менее, надо смотреть. Мы это должны зафиксировать. Что нужно для этого? Недоговоренных моментов не должно быть. Недоговоренных. Я с вами согласен. Вы сказали насчет этого, я считаю, да. Даже есть проблемные моменты, надо обсуждать, говорить, убеждать и слушать друг друга. Это первое. Второе. Вот те моменты, которые я опять возвращаюсь, к сожалению, вы сейчас скажете, Саркиса опять возвращался, но вот вопрос вот удерживаемых граждан, сейчас так как, это самый архиважный момент, почему? Потому что это живые люди, которые нуждаются, видимо, и в медицинском подходе, и чтобы вернулись домой и так далее, потому что живые люди, да. Чем быстрее мы с вами можем решить, тем меньше у нас будет завтра препятствий для того, чтобы мы вместе делали совместные коммуникации. И так как я сказал про коммуникации, я хочу сказать следующее. Я, как общественно-политический деятель, свою позицию хочу сказать. Возможно, некоторым даже в Армении меня не воспитут. Но разблокировка коммуникаций, открытие дорог совместных, безусловно, будет иметь огромнейший плюс для развития как и Армении, так и Азербайджана. Это обоим нужно. Обоим нужно. Там говорят, что в Армении больше нужно Азербайджан, меньше и так далее. Это не кодек. Обоим нужно. И также это нужно для развития всей сферы регионального экономического развития. Я хотел бы, честно говоря, вот завершая наши беседы, хотел бы такую мечту озвучить. Безусловно, вот эти все спорные моменты и самый главный вопрос удержимый пить. Я очень надеюсь, что решится в ближайшее время, в том числе, дай Бог, с нашей помощью. Но я хотел бы, чтобы в ближайшие десятилетия наш регион закавказский воспринимался бы регионом туризма, фуд туриста, туризма, вообще туризма, туризма, мест, где можно просто прийти, посмотреть на историю, на природу и где люди счастливо ходят. Это очень важно, когда и взрослые седоволосые женщины счастье выходят, и дети. Вот я хотел бы, чтобы ассоциация Азербайджан, Армения, именно в людей, понимая, да, можно классно отдохнуть, вот сели, поехали, погуляли. Для, например, любого человека. Много чего есть надо делать, но стремиться к этому нужно. И в конце я хотел бы пожелать тем горячим головам, горячим головам, которые говорят про войну, про истребление, про ненависть. Во-первых, понюхать пороха. Зайти в туалет отдельно, один на один, понюхать пороха, потом говорится, потому что в основном это те люди, которые очень далеки. и цена жизни и человеческая жизнь это наивысшая ценность для нас, то есть, а потом уже остальное. Это мое мнение. Да. Нет? Да. Поэтому человеческая жизнь это высшая ценность. И я очень рад, что мы с вами общаемся, мы говорим на одной, мы практически на одной волне, мы понимаем друг друга, мы слушаем. Даже если в чем-то не согласны, никто из нас не пуп земли. Да. История и Бог рассудит. Да. Я благодарю вас за предоставленную возможность. Кстати, вы сказали изначально о доверии, я в конце хочу поговорить о доверии, мы же даже друг друга не видели, но доверие о том, что вот, например, вы записываете, да, подогреваю, что вы записываете. Я даже вот могу это, кстати. Я же с самого начала сказал, что записываю это. Кстати, я сейчас, да, хочу показать, это же экскурсия сейчас модно, у политиков и так далее, кабинеты показывают. Вот я в кабинете у себя, я ничего не записываю, у меня вот мой рабочий стол, и я надеюсь, что вы мне вот эту запись тоже дадите. Да, естественно, без этого этика, этические нормы требуют, чтобы, да, я уже своим армянским коллегам попрошу, чтобы разместили на сайтах, и, соответственно, возможно, и в российский телеграм-канал, и так далее, потому что диалог нужен. Да, вот, я думаю, вот сейчас, я, дайте мне тоже, как бы, в конце сказать слова, потом уже, как бы, мы можем, я не знаю, надо ли редактировать это видео, или это то видео, которое получается сейчас, естественным образом, он как бы, больше. это самое лучшее, я не знаю, если людям понравится так долго, пусть посмотрят лучше без монтажа. Ну да, ну да, мне тоже приятно, что у нас все еще в странах, есть люди, которые думают, что есть причина для общения, для того, чтобы создавать доверие, еще раз говорю, вот армяне, азербайджанцы, у них есть очень много чего схожего, очень много чего, они похожи в очень многих вещах, и все-таки, вот как вы сказали, были времена, когда мы были частью одной страны, то есть, это как, не только Советский Союз, но еще и была, в одной республике еще жила, в одной республике также жила, да, то есть, это как бы, я, если честно, когда общался с иногонно-карабахскими армянями, мне казалось, что я общаюсь с людьми из ген-джи, то есть, у меня всегда было такое ощущение. На каком языке вы общались? На русском? На русском, на английском, вот, бывает, то есть, у меня всегда такое ощущение, что, ну, все-таки, для, на каком-карабахске, армяне, когда с ними ощущаюсь, я чувствую, что там, у них, из-за того, что общение было с азербайджанным населением намного больше, у них там, это, они, мне казалось, что намного, они более такие, чувство, запах ген-джи там было, если бы, вот мне так казалось. И вот в этом плане, я думаю, что вот такие контакты, они помогут нам понимать друг друга, двигаться дальше, еще раз говорю, вот когда, из Европы, из других стран, это как-то, то, что, пока же мы, у нас есть этот конфликт, это, как бы, это не приносит нам бонуса, а наоборот, это, как бы, влияет на то, чтобы мир на нас смотрел совсем по-другому. Как только мы, будем двигаться дальше, построим мирные отношения, я всем уверяю, что, наш образ, он изменится, и мы станем для всех других, совсем, как бы, да, на нас всех будут смотреть совсем по-другому, если честно. И надеемся, что это случится во время нашего поколения, скажем так, в нашей жизни. Ну, слезли несколько лет, чтобы мы еще пока еще насладимся, как бы, вот весь мир скажет, что вот молодцы, армяне-азарбайджанцы, как между собой договорились, и были у них конфликты, а уже нету. И нас будут показывать, как пример, другим странам вокруг мира, как надо решить конфликты. И еще раз благодарю за эту возможность, за то, что у нас была возможность таких общений. Спасибо большое. Я надеюсь, мы в ближайшее время встретимся. Очень надеюсь, что нас хотя бы на какой-то шаг мы продвинем. Самое главное, по возвращению удерживаемых лиц и по дальнейшему диалогу. приезжайте в Баку. У нас всегда было уверен в том, что если мы покажем Баку на гону карабахскому армянам из Еревана, то есть у нас всегда получится то, что у нас есть город, что показать Гаоси. Вот поэтому приезжайте в Баку. Если это приглашение я принимаю, также я считаю, что сейчас в этих раскладах у нас получится взаимное посещение как Баку, так и в Ереван. Да, мы технические вопросы можем обсудить, но да, как приглашение вы можете приезжать в Баку и быть моим гостем без проблем. Договорились. Тогда на связи. Спасибо. Спасибо вам огромное.